Добрый день, уважаемые участники семинара. Сегодня у нас доклад делает Пётр Гриневич совместно с Сантини и Копини. Название доклада «Влияние малых потерь или усиление на повторяемость аномальных ворог». Пожалуйста. Хорошо. Значит, Павла Мария Сантини – это профессор физического факультета Римского университета. Франческо Копини – это его аспирант. Во-первых, аномальные волны. Очень часто их называют волны-убийцы, но поскольку мы больше работаем с оптиками, а не с океанологией, то я предпочитаю слово «аномальные». Значит, вот это для начала все-таки решил добавить несколько красивых фотографий. Фотографии взяты с интернета. Это первая фотография корабля Академики Йоффа в проливе Дрейка. Шок и аномальные волны. Это гигантские волны, которые появляются как бы ниоткуда, исчезают как бы никуда. Это не есть нормальные волны. Есть волнение, и там волнение может очень большиться. Это не есть цунами, потому что цунами – известный источник, это землетрясение. Здесь волны как бы без понятного источника. Вот другое. Тоже сниму в Бискайском заливе. Еще красивая фотография. И, наконец, эта фотография где-то недалеко от Японии снятая. Какая была ситуация. Довольно долго моряки рассказывали об этих волнах, но не было подтверждений, и отчасти это занималось как морские байки. Первое документированное наблюдение аномальной волны было сделано на платформе Dropner, нефтяной платформе, в Северном море, 1 января 1995 года. Видим на экране среднее волнение примерно 5 метров. Ну, 5-7 максимум. И вдруг одна волна где-то 18 метров в середине. Этот пик в середине есть та самая аномальная волна. То есть, в настоящее время сейчас, во-первых, появились спутниковые радары, на которых эти волны видны. Во-вторых, появилось множество видеорегистраторов. Ясно, что такие волны, во-первых, существуют. Во-вторых, они очень опасны. Они могут потопить корабль. Поэтому это стало очень большой и привлекающей вниманием людей темой. В частности, я бы хотел отметить, что есть группа Владимира Евгеньевича Захарова в России. Очень сильная группа исследует эти волны. Дальше. Что? Законченной теории на сих пор нет, несмотря на то, что много очень сильных ученых в этой области работает. Ну, первое. Самая первая идея была, что у нас в океане всегда есть волнение. Если произойдет случайная синхронизация фаз разных мод, то может возникнуть большая волна. Но были сделаны оценки, и они показали, что, скорее всего, это не так. Поэтому в настоящий момент существует консенсус, что это существенный линейный эффект. Дальше. Заметим, что аномальные волны наблюдаются уже экспериментально и в других нелинейных средах. Такие, как оптические волокна, фоторефрактивные кристаллы. То есть нелинейные кристаллы, коэффициент которых зависит от интенсивности света. Позаконденсат, тенгмюровские волны в плазме и другие системы. Извините, можно задать вопрос? Да. Про аномальные волны. Какое расстояние так типичная волна проходит и с какой скоростью? Вы знаете, про океанологию, я, честно говоря, ответить не готова, действительно. Ну, скажем так, скажу честно. Да, прошу прощения. Значит так. И дальше. В частности, вопрос повторяясь на нормальных волны. Реально, эта работа возникла в взаимодействии с оптиками. С группой экспериментаторов, работающих в оптике. Пьерранджелли и другие. И они попросили нас помочь с теорией. И я хотел рассказать то, что мы сделали. Во-первых, вот был такой эксперимент. Кстати, отметим, что то, что мы делаем, к океану относится не очень хорошо, поскольку, во-первых, мы работаем с одномерными системами. Все-таки океан, он двумерный даже, если не учитывать глубину, то двумерное приближение. Во-вторых, нелинейный Шрёнгер в океане, хоть Захаров и показал еще в 69-м году, что это можно использовать как модель. Но, по-видимому, эта модель все-таки не совсем физична. А в оптике нелинейный Шрёнгер – это как раз хорошая модель. Вот был такой эксперимент. Видите, здесь кристалл есть. На кристалл светят три зеленых луча с вертикальной поляризацией. Центральный луч – он основной, два боковых – значительно слабее, но они когерентные. Кроме того, добавлен сбоку красный лазер с круговой поляризацией. Это сделано для того, чтобы именно, может, был нелинейный Шрёнгер использоваться как модель. И смотрят, как за счет нелинейных эффектов меняется взаимодействие света при прохождении через кристалл. Скажу честно, я не совсем готов обсуждать детали, эксперимент технический, тем не менее, тут есть, конечно, техническая тонкость, но тем не менее, примерно, задача такая, что есть движение света в кристалле. Они подбирали специальный режим, в котором эволюцию можно осматривать как нелинейное уравнение Шрёнгера. Вертикальная компонента не очень важна. Задача фактически горизонтальная. У нас есть две – ось Х и ось З. По ось Игоре как бы всё усредняется. И здесь роль времени играет роль Ось З. То есть мы подаем на торец кристалла волну, основную волну плюс два слабых возмущения. И смотрим, как эти возмущения эволюционируют при прохождении через кристалл. И они подбирали режим, в котором это хорошо описывается в фокусирующем нелинейном уравнении Шрёнгера. И дальше, собственно, давайте перейдём к математической модели. Во-первых, мы работаем с фокусирующим нелинейным уравнением Шрёнгера. Это… у него есть одна временная и одна пространственная переменная. Я здесь написал также, где фокусирующий нелинейный Шрёнгер. У него другой знак нелинейного члена. Фокусирующему у линейного члена коэффициент преломления растёт в срочной интенсивности, и в зону повышенной интенсивности они работают в фокусирующей линзы, и развивается неустойчивость. Дефокусирующего у него другая физика. Мы сейчас уже на фокусирующем нелинейном уравнении Шрёнгера. Дальше. Мы рассматриваем непроизвольное решение. Да, дальше. Ещё выяснилось, что в данном случае вполне адекватно использовать периодическую задачу, поскольку исходные условия периодические, возмущения тоже периодические, и, в принципе, можно использовать задачи с периодическими граничными условиями, где у нас есть длина L. В оптике, к счастью, L не очень велика. Кстати, в океане она велика, и тоже одна из причин, почему то, что мы делаем, не так и серьёзный вопрос применимости. Дальше мы берём нелинейный уравнение Шрёнгера и рассматриваем специальные начальные условия. Берём константу. В случае океана константа – это просто волнение. В случае оптики – это основной луч. Плюс малое периодическое возмущение. То есть у нас есть малый параметр эпсилы. И рассматриваем эволюцию таких решений в силу нелинейного уравнения Шрёнгера. Сначала напомним факты из линейной теории возмущения. Ясно, что имеет смысл вот это исходное, невозмущённое решение. Написано, у ноль – это АЕ в степени АТ квадрат. Можно сделать линейозованную теорию. Мы видим, что первый N-гармоник, где N, L на моду Ла делить на Пи – целая часть, они неустойчивы. И малые возмущения растут. Инкремент написан снизу. Где кажит эта же Т-гармоника, соответственно. Остальные моды устойчивы. Но нас интересует нелинейная стадия. Что происходит на нелинейной стадии? Заметим, что в данном случае очень важно, что нелинейный уравнения Шрёнгера – это интегрируемая модель. И тот факт, что интегрируемая модель – это именно влечёт тот факт, что повторяемость. Собственно, знаменитый эксперимент ферме Пастаулума и ферме Пастаулума Цингу сейчас говорят, что дело в том, что у нас из-за того, что есть там почти интегрированная модель, поэтому есть почти закон о сохранении. Поэтому система время отмена возвращается в почти начальное состояние и имеет место повторяемости. Здесь, поскольку модель точная, то есть тоже повторяемость. И, собственно, это та задача, которая нас интересует. То есть для нас сначала важно, что эта модель интегрируемая, а потом в конце, собственно, хотим упомянуть, что происходит, когда мы давляем малую, неинтегрируемую и неконсервативную добавку, негамильтонную. Извините, а – это константа верхней формули? В верхней формуле а – это константа, то есть это невозмущённое решение. А зависимость от х? Да. То есть мы, правильно, мы берём такое, мы берём константу и белым зависящий от х возмущения. То есть фон, допустим, у нас основной центральный луч, он просто едет равномерно и считает, что яркость постоянная, то есть решение константа. А два боковых луча, которые идут под углом, уже порождают периодическое возмущение. То есть исходный фон – как бы это постоянное решение, константа, и добавляем малое периодическое возмущение к нему. Да, вот такая задача. А – это константа. Хорошо, теперь дальше. Это уравнение, оно гамильтонно интегрируется методом обратно сдачи России. Вот это постоянное нулевой кривизны. Оно было найдено Захаровым и Шабатом для нелинейного уровня Шюнгера. То есть это условия совместности паралинейных систем, где У и В выписаны. Все это два на два вектора. Дальше. Мы работаем в периодической задаче. Вообще говоря, периодическая задача решается методом конечнозонного интегрирования. Но в чем проблема? Получается это функциональная формула. Но все константы, все параметры тетов функциональной формулы – это, вообще говоря, трансцендентное выражение. И, допустим, с точки зрения тех же экспериментаторов, они не очень понимают, как можно с ними работать. Но тут имеет место такое счастливое обстоятельство, что нас интересуют не общее решение, нас интересуют очень специальные решения. Есть постоянный фон, его малое возмущение. Как оно развивает, эволюционирует? Благодаря тому, что есть малое возмущение постоянного фона, риммная поверхность оказывается малым возмущением рациональной кривой. Благодаря тому, что это риммная поверхность, это малое возмущение рациональной кривой, все досчитывается до конца, поскольку получается уже явная формула, с которой мы можем работать. Это, собственно говоря, Сергей Петрович всегда говорил, что конечнозонные формулы часто требуют эффективизации. В данном случае эффективизация возможна, потому что мы берем специальный класс решений малого возмущения константы. Заметим, что уровень устроена так, что хоть это малое возмущение константы, они развиваются в решении порядка единицы. То есть все остается в существенной линейности. Тот факт, что мы берем специальные условия и римм-перс близкую к рациональной, все остается полностью нелинейным. Это не есть линейная аппроксимация. Это честная нелинейная задача. В этом связи она интересна. Хорошо, дальше. Оказывается, что в этом случае решение будет строиться следующих ингредиентов. Решение Ахмедиевы, то же называется, бризера Ахмедиева или их нелинейной суперпозиции. Вот приведена формула для бризера Ахмедиева. Она была впервые выписана в работе Ахмедиева, Леонского и Кулагина в 85-м году. Мы видим это регонометрическое решение. Как оно выглядит? Вот эта картинка. Здесь Х – это красная ось, это пространственная. Зеленая – это ось времени. Мы видим, что в какой-то момент появляется периодическая структура, после чего она исчезает. Еще раз, почему? Мы работаем периодической задачей. То есть это действительно как бы походит на аномальную волну. Что у нас как бы есть фон. Семь в какой-то момент фон равен единице. Затем достигает амплитуды чуть меньше тройки. И затем он снова бесследно исчезает. Это такое решение. А дальше можно брать многобризерное решение, как многосолитонное решение. Но настое другое. Эти решения Ахмедиева, многобризерные и многосолитонные, они отвечают очень специальному выбору начальных условий. Очень специальному выбору функции v от x. Здесь мы берем очень специальную функцию v от x в этой формуле. Мы получаем Ахмедиевские солитоны. Но вопрос такой, что я оснашу в физическом эксперименте. Маловероятно, что мы попадем именно на эти очень специальные условия. Скорее всего, будут условия общего положения. Вот вопрос. Что происходит, если мы имеем условия общего положения? Опять-таки, мы хотим получить неточные формулы. Их можно писать, но они будут трансцендентными. Мы хотим получить приближенные формулы, которые, тем не менее, являются хорошим приближением. И что мы делаем? И оказывается, мы делаем такую трехшаговую процедуру. Первое. Мы аппроксимируем общее решение 2n-зонным, конечно-зонным решением. Через тета-функции рода 2n. Где n число неустойчивых нет? Первый шаг. Второй шаг. Что мы разбиваем ось временные интервалы. И на каждом интервале мы аппроксимируем уже тет-функциональное решение суперпозиции n большой обрезеров. Причем на разных интервалах набор брейзеров будет разный. Тем не менее, на каждом интервале, причем величины этих интервалов, они явно вычисляются через просто фурия коэффициента возмущения. Здесь все выражается через фурия коэффициента возмущающей функции. Это теория приближений. Мы получаем аппроксимацию что в наших конечных зонах решение n бризерным. Но при этом в разных интервалах времени аппроксимация будет разная. И, наконец, мы оставляем только существенные бризеры. Вот, например, картинка. Это просто численный счет. Эпсилу взяли 10 минус 6. 4 неустойчивых моды. А равно 1 L 14. Видите, первая возникла третья мода. Затем здесь, видите, другая. Здесь дальше мы видим первую гармонику. Опять третья гармоника. Видите? Но тем не имеет повторяемость. Дальше. Это вторая картинка. Первая – это был просто честный числый счет. Второе – это мы взяли и приблизили к конечных зонным решениям с помощью нашей аппроксимирующей процедуры. Третье – мы берем и сравнили конечных зонных решений с решением, когда мы оставляем только существенные моды. Каждый раз. Это взяли разность двух решений и умножили на 100. Вот, видите, примерно тут уже на картинке видно. Причем внизу показано, сколько мод аппроксимирующих оставлено. Уменьшает число аппроксимирующих мод, аппроксимация резко ухудшается. Тем не менее, мы видим, что аппроксимация остается вполне разной. Теперь напомню. Первое. Давайте напомню, откуда берется римного поверхности и алгебраическая кривая. У нас есть такая уравнение нинолевой кривизны. Есть спектральная задача на оператора L. L такого вида. L – не самый сопряженный оператор. И работаем с периодическим потенциалом. И понятно, что используется некий вариант спектральной теории этого оператора. И оказывается, что почему уравнение Шрёнгера в фокусирующем варианте такое интересное, потому что оператор не самосопряжен. Во-первых, простая теорема, что его спектр содержит всю вещественную целиком. Все точки вещественной оси оказываются оказываются точками спектра этого оператора. И второе, что действительно важно, что у него есть много спектр комплексных областей. Дальше. У нас вводятся спектральные данные. Во-первых, спектральная кривая или связан с спектром оператора на всей прямой. И второе, рассматриваем сдачу Дерихле на интервале X0, X0 плюс L следующими условиями. Первая компонента ПСИ в точке X0 и в точке X0 плюс L равно 0. То есть у нас есть два типа, две спектральные задачи. Основная спектральная задача спектральная задача спектральная L2 и спектр издачи Дерихле. И оказывается, что если мы знаем спектр этих двух задач в правильном понимании, то потенциал полностью останавливается. Теперь заметим дальше. На самом деле у нас реально работаем не со спектром оператора L, а с его спектральной кривой. Что это такое? Вводим в Лоховские функции. Что такое в Лоховские функции? Это, во-первых, собственная функция оператора L, и, во-вторых, они являются собственной функцией оператора сдвига на период. Поскольку потенциал периодичен, то у нас есть два коммунирующих оператора. Оператор L и оператор сдвига на период. У них есть общая собственная функция. Они называются Блоховскими функциями. Обнаживание капа от лямбда, записывается, капа от лямбда экспонента и пи от лямбда на L, величина, то есть пи от лямбда, она называется сквозимпульс. И в чем стоит факт? Собственно, как-то, на этом была основана работа Сергея Петровича 1984 года о конечнозонном интегрировании, что, во-первых, за этим собственные Блоховские функции, они определены не на плоскости параметра лямбда, а это и есть собственные векторы 2 на 2 матрицы монодромии, которая голоморфно зависит от лямбда. А если мы имеем матрицу, голоморфно зависит от лямбда, то ее собственные вектора и собственные значения определенные на риммной поверхности, двулистно накрывающие нашу лямбда плоскость. И она называется спектральной кривой. Ее мы обозначаем гамм. И оказывается, что наши данные это риммная версть гамма и дивизор. То есть дивизор это точки задачи Дерихле, спектр задачи Дерихле, который тоже естественно считает, что он лежит на риммной поверхности, поскольку такие функции являются одновременно и Блоховскими. Поэтому лежат на риммной поверхности, и спектр лежит не на лямбда плоскости, а тоже на риммной поверхности. Соответственно, он называется дивизором. То есть мы имеем спектральную кривую и риммная верстья дивизора на ней. Тем самым работает вся теория тета-функции, классическая алгебраическая метрия, все это работает. И дальше была идея Сергея Петровича рассматривать не просто риммную поверхность, а те, которые имеют конечный рот. Конечно, условия того, что римм имеет конечный рот, является алгебраической, конечная точка ветвления, это ограничение на потенциал. Но это ограничение такого типа, что вместо рядов фурье работать с многочленом фурье, это нелинейный аналог. То есть таких это называется конечно зонной аппроксимации. Дальше. Что мы имеем? Если рассмотреть невозмущенный потенциал, то легко вычисляется спектр оператора, если его равно константе, и соответственно риммную поверхность. Это, во-первых, вся вещественная ось, и плюс такой крест от точки минус ИА до точки ИА. Спектр нарисован голубым. А спектральная кривая это следующий риммферс. μ квадрат трон лямбда квадрат плюс модуля в квадрате. Простая логибраическая кривая. Дальше. Опять-таки это можно Кричевера прочитать. Он это все что происходит там возмущаем оператор. У нас есть такие называемые резонансные точки. Это точки, где матрица нандромии диагональна. то есть перш двукрат они вот внизу написаны они легко вычисляются явные простые явные форумы написаны внизу. Мы имеем 2n точек на мнимой оси резонансных бесконечно много резонансных точек на вещественной оси. И что известно когда мы возмущаем оператор то резонансные точки раскрываются в пары точек ветвления. При этом что известно что если мы находимся на вещественной оси то резонансная точка раскрывается в пару точек ветвления симметричных. Если мы находимся вблизи мнимой оси то раскрытие может быть точек ветвления в любом направлении но весь спектр опять-таки точки ветвления симметричны отцены комплексом сопряжения. То есть если в точке лямбда 1 раскрывается пара точек симметрично также раскрывается вблизи минус И дальше получается следующая картинка. Вот мы нарисовали, что происходит при возмущении оператора. А дальше мы замечаем следующее. Что раскрытие пар в точке ветвления вблизи вещественной оси отвечает тому, что возбуждаются устойчивые моды. И эти моды ограничены по времени. То есть это малое возмущение остается малым. Поэтому мы можем проигнорировать раскрытие этих пар точек. В то же время раскрытие пар точек вблизи минимой оси порождает Ахмедиевские бризеры. То есть это Ахмедиевские бризеры, даже если возмущение, 10 минус 6 берем, за вполне умеренное время они достигают личной единицы. И это то, что мы, собственно, увидим. Это то, что моделируют аномальные волны. Поэтому мы используем следующее приближение. Мы раскрываем все точки тления вблизи вещественной оси, а все точки ветвления вблизи вещественной оси игнорируем и получаем алгебраическую кривую. Вот такое приближение. То есть мы переходим от римлянной перси бесконечного рода к римлянной перси конечного рода. Вы знаете, что это необычная аппроксимация, такие были, но здесь у нас важно вот что, что у нас есть малый параметр. Это довольно необычная сортировка, какие зоны мы открываем, какие оставляем, потому что обычно в теории КДВ, какие зоны мы закрываем. Ну, как бы режем фурии гармоники, которые малы. А здесь у нас малые параметры для всем потенциалов. И мы режем не те фурии гармоники, которые малы, а те, которые останутся малыми на все время. Это немножко необычный отпор. Тем не менее, такая, конечно, зонная аппроксимация. Дальше, вот это работа Ица Котлерова с 2006 года, и вот были явные эти функциональные формулы для потенциалов. Но в чем проблема? Нужно, если призвание Абеля, от бесконечных точек, призвание Абеля-дивизора. Дальше, нормиры вектора дифференциалов. Дальше, вектор римлянных константов. Также нужно знать матрицу периодов. И все это иррациональное выражение. Ну, что мы заметили? Что в данной задаче, благодаря тому, что есть малый параметр, все может досчитать до конца. Получаются такие формулы. Вот и отводим такие обозначения. С-житая – это просто житая гармоника, фурия гармоника нашего возмущения. А это константа. Да, еще забыл сказать, что нулевую гармонику мы посчитаем равной нулевой, но это все убирается из меня и масштаба. То есть это не ограничение. Тогда, первое, вот получаются такие приближенные формулы, но они абсолютно явные, для спектральной кривой в главном порядке. Спектральная кривая и дивизор. Вот. То есть теорема. Написаны формулы главного порядка для спектральной кривой и для дивизора. Дальше. Еще вот ведем такие обозначения. Верем углы все фи-житые. Можем просто ввести это. А ведь это все абсолютно явно. Пи-эля, все житые – это абсолютно явные вещи. Получается, первая формула для матрицы Риммны. Причем вторая формула для дней диагональных членов, она реально была в работе и цирыбина, и саля. Ну, там если он равно нулю, здесь как бы это, эпсел не входит. И формула для диагональных членов. Здесь фигурирует эпсел, видите. То есть альфа-житые от обозжитые – это просто линейный комбинационный коэффициент Фурия. То есть он сам абсолютно явное выражение, видите. Дальше. Вот такая получается формула для решения. В общем, отличие. А, я извиняюсь, и Т – это функция. Но здесь вот. И от бесконечности минус явно выписано, видите. Абсолютно явная формула. Дальше. Причем фурия и дивизора тоже абсолютно явно выписано. Это явная формула. Абсолютно явная формула для векторов периодов нормированных дифференциалов. Тем самым все. Мы видим, что у нас получились тета-функции. И в тета-функциях уже все выражено через фурие гармоники возмущения. То есть абсолютно явные формулы. Я вам показывал картинку, что если брать умеренные времена, то если просто сравнивать формулы, полученные числым интегрированием. Кстати, это довольно тяжелое дело число интегрировать. И формулы, получающиеся для этого приближения, ну, просто попиксельно совпадают. Приходится брать, умножать на 100 или на 1000 или больше разницу, чтобы увидеть разницу между результатом числого счета и этим приближением. То есть при умеренных временах эти приближения просто, говорю, просто графики совпадают попиксельно, скажем так. Дальше. Следующее замечание такое, что у нас в тета-функциях есть большой параметр. Мы видим, что у нас логарифмическое леке би и житое. У нас есть большой параметр. Поэтому не надо суммировать тета-функцию. Есть бесконечный ряд. Достаточно считать один гиперкуб. И более того, не обязательно даже вставлять один гиперкуб, а можно оставить лишь так называемый существенный модуль. И получается переход от эндбризерного решения, но я не хочу удавляться детали, к решению, где уже мы имеем суперпозицию меньше набора бризеров. То есть те, которые существенны, они существенны. А с ними не видны. Заметим, что здесь все вычисления абсолютно явные. Самое сложное из операций, которые здесь фигурируют, это обращение матрицы. И вот опять-таки вот картинка. Чистный счет. Тета-функции с суммированием по гиперкубу разность. Видите, умножено на тысячу. На самом деле, похоже, нужно было сделать чистный счет поаккуратнее. Но это... Я говорю, и так приходилось четырехкратной точностью считать. Задача неустойчива. Но мы видим, что это явно артефакт слева. А так мы видим, что конечнозонные решения отлично согласуются с приближенным решением. Задача неустойчиващего счета. А это уже, видите, здесь... Ну, здесь уже похуже. Соглашение, когда мы оставляем не все моды, только существенные. Дальше. Собственно, когда мы работали с экспериментаторами, из-за неустойчиващего случая, когда есть одна неустойчивая мода, где уже все нетривиально. В этом случае мы имеем следующее утверждение. Рассмотрим произвольное возмущение. Высшие фурии гармоники, кроме первой, они порождают устойчивые моды, которые могут чуть-чуть изменить параметры, но это слабо. Они слабо меняют, слабо для этого решения. Могут чуть поменять повторяемость и чуть-чуть небольшой фон задать, но они не важны. А существенно первая фурия гармоника. И мы имеем следующую картину, что если берем общее возмущение, то мы наблюдаем последовательность Бризеров-Хмедеева. Это реальное решение рода-2, но мы не хотим работать с функциями рода-2. Были работы Матвеева, Смирнова, где специальный случай рода-2 сводился к роду-1. Но мы хотим работать сейчас еще с общим возмущением, и общее решение рода-2. К роду-1 оно не сводится. Экалиптический фонус оно не сводится. Но, тем не менее, оно хорошо аппроксимируется в последствии Бризеров-Хмедеева. Вот эта картинка – это вид сбоку, это вид сверху. Вот такая вот формула. Самое важное – вот что. Что нам нужно иметь в этой картинке? Первое. В каких точках появляется Бризер-Хмедеева? В какие моменты времени? Правильно? Собственно, нужно вычислить. Вот это явные формулы. Показывает момент первого появления аномальной волны, интервалы между последним появлением аномальной волны. Точка, в которой появляется первая аномальная волна, и сдвиг в пространстве между последним появлением аномальной волны. Вот получились такие формулы, которые, собственно, мы экспериментаторам принесли, с которыми они работали. Опять-таки хочу показать, что здесь все Это получилась элементарная функция Вот это результат эксперимента Первое время аномальной волны Повторение третье И вот здесь сопоставление Это картинка Верхняя правая картинка Это сопоставление профиля В момент максимума С ахмедийским бризом Видим почти идеальное соотношение Здесь сопоставление Измеренное первое появление аномальной волны И первое повторение Кривые это теоретически По нашим формулам Здесь экспериментальные точки Опять-таки они говорят, что совпадение хорошее Здесь вот что картинка показывает Наверху они включали красный лазер И благодаря тому, что красный лазер Уравнение было очень близко К нелинейному уравнению Ширмбера Когда они уменьшают мощность накачки То уравнение становится неинтегрированным Если в первом мы видим четкое появление Волны, исчезновение, появление второе исчезновение И так далее То, когда мы выходим в неинтегрируемый режим Это снизу Видно, что уже эта вторяемость пропадает В духе ферме по столбам Как и должно быть Хорошо Опять-таки напоминаю, что мы имеем В этом случае мы имеем ревну ПС рода 2 Здесь она нарисована справа Фракционирующая кривая Заметим следующее Что это решение отмечает длинным тором Заметим Что происходит, если у нас точки ветвления сливаются И с точки ветвления сливаются Мы уже от общего тора переходим к гомоклинному тору Здесь нарисована картинка Их динамика движения вдоль коротких циклов А ты динамика длинных циклов Вот сфередка, там где расслаблено крас Собственно, это и есть бризер Ахмедиева Здесь как бы выходит почти из нуля Движемся, движемся Возникает бризер Ахмедиева Быстро приходит ноль и этим кончается А если тор не гомоклинный, а длинный То мы через какое-то время проходим по нему Долго идем, потом снова бризер Долго идем, снова бризер Но долго это логарифмически Долго, поэтому повторяем и съесть Дальше, два специально симметричных случая Если у нас либо раскрытие чисто мнимое Либо раскрытие чисто вещественное В этом случае, кстати, все можно досчитать Даллитические функции 200 Дальше Были эксперименты в волновом бассейне, видите И они наблюдали следующее Что у них каждая следующая волна Это просто делается большой бассейн Там вибраторы И прочее Они возмущают и получают наблюдение волн И моделируют возникновение аномальных волн В эксперименте В таком большом бассейне Где специальные генераторы И наблюдали следующее Что каждая следующая волна Появлялась в противофазе предыдущей Вот это, видите, картинка Из экспериментальной работы Видим, что волна Потом следующая идет в противофазе И они показали следующее Они брали нелинейное уравнение Шрёдингера Нелинейное уравнение Шрёдингера Они добавили небольшое трение И провели чистый счет И чистый счет Показал, что в этом случае Действительно, если ввести потери То мы имеем картинку справа Если имеем усиление То имеется картинка слева Ну, возник интересный вопрос А нельзя ли Ну, это не чистый счет А аналитически описать Как влияет Малое затухание Второй вопрос Насколько важно Малое затухание Проблема какая Что у нас Реальная система Нелинейное уравнение Шрёдингера Это интегрируемая система Если мы имеем интегрируемую систему То ясно, что её поведение Нелается нетипично Интегрируемость Это жёсткое ограничение Мы имеем торы вместо хаоса Как бы Тут, конечно, вопрос тонкий Что возникает численный хаос И прочее В бесконечно-мерных системах Но всё равно Интегрируемая система Это очень специальное Качественное поведение В реальной физике Система не интегрируемая И возникает малая поправка Ещё малые поправки двух типов Бывают Гамильтоновые и негамильтоновые В данном случае мы рассмотрели Случай, когда правка не гамильтоновая Это либо усиление Либо потери Вопрос Как при этом Меняется повторяемость Аномальных волок То есть Мотивировано это было Конечно Вот этой работой Где наблюдали Эксперименты Волновом бассейне Объяснить Как это Скажем так Понять Как эти два явления связаны То есть Мы рассматриваем Вернее Линейш Однажды С простейшим Диссипативным членом У него Это вещественное число Много меньше единицы При этом Он может быть Как положительный В этом случае Мы имеем потери Так может и отрицательный В этом случае Мы имеем усиление С тем Мы с линейшим На качестве И тоже Физики Бывают Заметим Вот что Какие были Работы Первая была работа Большого числа Авторов Они рассматривали Сильные потери Сильное затухание Что означает Сильное затухание Если берем Сильное затухание То амплитуда фона Быстро падает Сколько амплитуда фона Быстро падает В какой-то момент Просто исчезает Неустойчивая модуль Система становится Устойчивой Но это означает Что на временах Когда мы смотрим Систему Амплитуда а Существенно меняется То есть Амплитуда Потеря Она Близка к единице Действительно Время 100 Амплитуда потери Желает порядка 1 сотой А мы Рассмотрели Совсем другой случай Пусть Потери очень малы Например Мы берем Время порядка 100 И потери Порядка 10 Минус 9 То есть А Меняется В седьмом знаке За время Нашего чистого Эксперимента Казалось бы Устойчивость Сдача Большим запасом По устойчивости По полтора раза Выше порога устойчивости Почти в два раза Выше порога устойчивости А А при этом Более чем полтора А при этом Потери За счет трения Всего лишь В седьмом знаке То есть Как мы были Выше порога устойчивости Так мы остались Выше порога устойчивости Неустойчивости Это совершенно другая модель. Оказывается, что, тем не менее, неожиданный вывод, что даже столь малая потеря резко меняет повторенность. На самом деле, что мы сделали? Мы просто написали, как эволюционирует спектральная кривая. Но, не знаю, я не хочу сейчас в докладе показывать вычисления, они не очень сложные, но, оказалось, имеют место следующие приближенные формулы. Вот это при t равном нулю, и когда между появлением бризеров спектральная кривая почти не меняется, прошу прощения. А каждый раз, когда проходим через бризер, в ней добавляется вот такое слагание. И отсюда получаются следующие формулы. У нас есть появление аномальной волны. И вот формула для того, когда аномальная волна появится в следующий момент. Где qm – это формула 3 написана. Просто qm – это дается вот такой простой эволюции. m – это сколько раз мы наблюдали появление аномальной волны до данного момента. Число появлений. И такая очень несложная формула. И отсюда получается очень несложная формула, описывающая момент в фазу следующего появления, момент следующего появления при наличии трения. И дальше показывают результаты экспериментов. Ну, тут можно показать эксперимент, можно показывать приближенное решение рисовать. А тут разницы никакой нет, опять-таки. Справа мы видим случай, когда у нас нулевое трение. В этом случае у нас есть каждая следующая волна появляется с некоторым фазным двигом по отношению к предыдущей. Дальше. Здесь ввели трение 10-9. Казалось бы, это очень слабый эффект. Потому что, я говорю, в седьмом знаке меняется величина. Тем не менее, мы видим, что довольно быстро мы переходим от режима, который похож на режим справа, в режим, когда следующая волна появляется почти строго в противофазе к предыдущей. Казалось, здесь минус пятый. С самого начала мы имеем появление каждой следующей волны в противофазе. Собственно, то, что и было в том эксперименте. А здесь взято вот что. Здесь взято вообще диметричная конфигурация. И что мы наблюдаем в этой картинке? Мы видим, что каждая следующая волна появляется в противофазе. Но за счет трения сначала время появления в той же фазе. Оно уменьшается. Увеличивается. Затем происходит скачок. Происходит скачок. И волн начинает проявляться в противофазе. А когда взяли 10 минус пятый, с самого начала все происходит в противофазе. Чему это соответствует? И вот это мы сделали просто. Опять-таки я показываю картинку. Взяли центральные картинки. То, что мы численно выявили. Вот эти дельта-т интервалы. И то, что мы посчитали по этим формулам. Взяли просто по этим формулам и посчитали. Интервал между последовательными появлениями волн. И вот эти формулы. Видите, слева это то, что мы посчитали по этим формулам. Справа это результат численного интегрирования. Как говорится, я бы сказал, что согласие неожиданно хорошее. А что означает в терминах рим-перс? Мы взяли. Опять-таки посчитали валюту точек ветвления. Опять-таки, можно считать либо численно, либо аналитически. Картинки совпадут. Здесь неважно. Сначала, приписывая на равном нулю, зона была раскрыта почти вертикально. Видите? И поэтому фазы сдвига было мало. Затем, за счет того, что у нас возникает линейный член, осмотреть. Видите? У нас разность квадратов. К ней прибавляется положительное число. Каждый раз, когда мы проходим нашу фазу. Это личина порядка эпсилон-квадрат. Это личина порядка возмущения. Возмущение порядка эпсилон-квадрат. Вот Петя рассказывает. Да. Значит, так что, у тебя нет этого объявления? У меня на сайте нет. Ой, прошу прощения. Да. Вот здесь видим, что сначала она была почти отрицательная величина. Где она называлась вещественная положительная величина. Поэтому это разница тоже быстро становится вещественной. Когда мы называем большой положительной величины. Это становится вещественной. Вот это видим на картинке, что у нас вначале были почти вертикальные раскрытия. Потом добавляется к разности квадратов положительная величина. Довольно быстро раскрытие стало почти горизонтальным. А почти горизонтальное раскрытие отвечает тому, что появляется, скажем, следующая волна, почти в противофазе. Здесь главное удивительно, что это насколько слабый эффект, что, казалось бы, поправка в девятом знаке, картина резко меняется. Тем не менее, здесь теория как бы пока говорит, что оказывается, что здесь, вот что, эта величина, радость квадратов, она порядка эпсилом квадрата. То есть, эпсилом 10 минус 4, эпсилом квадрат 10 минус 8. Эта величина, они взяты 10 минус 9. Оно порядка эпсилом квадрата. Тем самым у нас возникло, тем самым мы сделали, во-первых, аналитические формулы, плюс аналитические формулы, они позволили объяснить то, что наблюдалось в эксперименте в чистом счете. Кроме того, они показывают, что очень часто, на самом деле, когда люди смотрят статистику аномальных волн, пытаются их чистить или аналитические, они работают точно в районе Шенглера. Оказывается, мы ввели, казалось бы, совсем малую поправку, и, то есть, 10 минус 5. То есть, согласитесь, что поправка 10 минус 5, это явно очень небольшая. Но смотрите, повторяемость резко изменилась. Правда? То есть, даже небольшое трение, оно может резко изменить статистику. Это видите. Это как бы второй вывод из нашей работы. Ну, я, наверное, на этом и хотел более-менее закончить уже. Если есть вопросы, может быть. Спасибо большое. Пожалуйста, вопросы. Ну, вот вы приводили практические примеры, нелинейную оптику и бассейн, то есть, задачи, где по X периодичность, и, как я понял, ваши приближения разработаны именно для этого случая. Да, 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 мы занимаемся на периодической задаче, да. То есть, для случая, когда по X периодичности нет, этот метод не работает? Этот метод нет. Более того, на самом деле, я хочу сказать так, я прошу прощения, мой стойлок, ну, это огромное количество людей. Недавно, например, как раз, когда локализовано измущение в Биандине и Ковача была работа очень хорошая, огромное количество работ есть, все задачи смертно, мы как бы выделили один кусок. Да, периодическая задача. Для задачи на оси, я хочу сказать, большая активность в настоящее время есть. Да, как бы так, что я хочу сказать, что то, что я рассказал на самом деле, это очень небольшой кусок из того, что делается. Тут огромное, скажем так, огромное количество работ. Сейчас, в минуте. У меня вопрос по поводу параметра ε. Да. В исходной задаче такого параметра малости как-то не видно. Какой исходный? Нет, увеличена возмущение. Уравняющая Енгера... Оно уравняющая Енгера без малого параметра. А малый параметр – возмущение и фонда. Верно ли, что вы вычисляете линейные по общению? Нет, нет, в том-то и дело, что нет. Это специфика в том, что... Нет, к счастью, это... Нет, это было бы немножко грустно, но в том-то и дело, смотрите, вот. Давайте возьмем такую... Посмотрите, это здесь... Это вот у нас... Вот, исходное решение имеет имплитуду один. Здесь имплитуду порядка тройки, видите? Эти решения сильно нелинейны. Нет, ваши эти решения сильно нелинейны. Это сильно нелинейные решения. Вопрос такой конкретный. Как ε входит в ваши ответы? Смотри, сейчас покажу. Ну, вот, например, вот. Ну, может быть, не увидел. Она входит в очень... Она входит в параметры, вот, видите, например, здесь. Серьезно стоит логарифм. Это время. Да, время повторяю. Утверждение такое, что в каждый момент времени, в каждый момент времени... Нет, у нас есть такое обстоятельство. У нас есть Ахмедиевские решения. Но если более одну неустойчивую моду, мы можем брать Ахмедиевские решения. Это рациональное решение. Они существенные нелинейные. Дальше. Мы говорим, что оказывается, что в любой момент времени общее начальное условие приближается такими решениями. Ну, кстати, в разных точках развития. Например, вот эта картинка. Видите? Здесь Ахмедиевский бризер, здесь, здесь. Но исходно Ахмедиевский бризер... Ну, мы рисуем здесь один период. Но исходно Ахмедиевский бризер, он появился и исчез. Это последовательность бризеров Ахмедиева. И параметры говорят, когда они появляются. Параметры Эпсилона не указывают, когда эти решения появляются. Моменты их появления, фазы. Вот это. Нет, я все-таки не совсем понял. Вот в этой формуле верхней Эпсилон флует линейно. Да. И как раз оно линейно, и генерация бризера происходит за время логарифмическое по Эпсилону. Ответ такой. И как раз, что да, у нас базисные решения это либо бризеры, либо их точная суперпозиция. А вот Эпсилон предсказывает, когда эти решения появляются. Что, говорю, мы набираем, мы строим как решение из бризеров Ахмедиев, как кирпичики, как из кирпичиков. Но в какой момент положить этот кирпичик, это формулы мы вычисляли, собственно. Но сами кирпичики, они нелинейны. И их появление взаимодействия нелинейны. Взять нелинейность, она никуда не делась. В том-то и весь интерес именно данной задачи. Если мы берем КДВ, уравнение, там, действительно, малый Эпсилон, это будет линейризованная теория. И это как бы скажут, зачем угородить огород. Просто берем линейризованную теорию и все. А здесь Эпсилон есть, решение сильно нелинейное остается. А нелинейность и остается. В том-то и дело. То есть на всей оси это, видимо, разложение было бы в окрестностях селитонных решений. Нет. Мы говорим так, что у нас наше решение суперпозиция нелинейных решений. Не суперпозиция, а последовательность. Да. Что мы набираем решение селитонных, но глядя на Эпсилоны, это, в чем мы вычисляем, когда селитоны появятся, учитывая как бы тот факт, что они фазовые сдвиги есть у них, друг на друга они влияют. Все это как бы в этих формулах снид, на самом деле. Спасибо. То есть именно в том-то и дело, что это... Или, например, о последней работе мы ввели тренинг, как оно повлияло на момент повторения селитонов. Форма селитонов, она действительно у нас... Да, набираем из селитонов. И они далеко, поэтому они почти не взаимодействуют в каком-то смысле. То есть вклады, поправка от этого селитона в это, она мала. Но мы вычисляем когда-нибудь. С аномальных волн в океане. Может быть, какие-то выводы или спекуляции из вашей работы для этих волн? Знаете, я говорю, для оптики мы применяем, для океана это скорее всего-таки спекуляция. Тут, я бы сказал, скорее то, что делает Захаровская группа. Это более реально, скажу честно. Я скажу, тебе показываю картинки океана, чтобы, ну... Скажешь так, в океане там нужно большие брать. В этом случае наша формула не очень хорошо работает и так далее. Как бы это скорее будет спекуляция, все-таки боюсь. Скажу честно. А вот для оптики... Еще какие вопросы? Так, ну, видимо, вопросов больше нет. Спасибо большое еще раз за очень интересный доклад. На этом семинар закончен. Спасибо за приглашение выступить. Спасибо. Продолжение следует...